ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня художник в нашей студии. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вопросы гостю вы можете задать по телефону 8-495-508-86-84. Здравствуйте, Дмитрий. Привет. Давно вернулся Дима из Челябинска? Три дня назад. Устал? Очень. Ну, удовлетворение от работы есть? Ну, конечно, есть. Но если бы не было пандемии, было бы лучше. А чем было бы лучше? Чем осложнело пандемию? Иностранное сообщество. Она не усложнила, она просто, наоборот, упростила. То есть иностранцы, да, отсеклись, так скажем? Да, да, да. Все боятся прилетать. А кто планировался к участию? Ох, у нас должно было быть 4 города. То есть начинаем мы с Челябинска, потом Нижний Новгород, Казань и заканчивали Солнечнодольском. Теперь мы все поменяли из-за пандемии. Значит, у нас Челябинск вот мы закончили 22-го числа. Получается, что следующий у нас город будет Солнечнодольск. Я открою фасадом, значит, 23-го сентября по 3-е октября. И мы переносим фестиваль до 15-го мая 2021-го года. Но уже будет в международном, дай бог, сообществе, потому что обещают все-таки границы открыть. Я думаю, что следующий год должно быть. Но обещают вторую волну, не дай бог. Мы все надеемся, что не состоится. А вот, кстати, сейчас какие меры безопасности действуют в Челябинской области? Ты знаешь, такие же, как у нас. В магазин нельзя без масок. То есть тебя прям категорически выгоняют отовсюду. У них работают торговые центры. Театры у них не работают. У нас театры открываются. Кинотеатры у них не работают. У них, видимо, позже началось. Но зато у них бары, это все работает, и все нормально. Там, видимо, какая-то дезинфекция происходит. Поэтому решили не предпринимать никаких мер. То есть с этой точки зрения ничего нового там для вас не было. Вот, в принципе, насколько было сложнее организовать фестивали в Челябинске? Ну, начнем с того, что в Челябинске нет Андрея Роберча Иванова. Это совсем разные вещи. Во-вторых, все-таки, наверное, менталитет немножко другой. Хотя тоже нас хорошо встретили. То есть не могу ничего плохого сказать. Но, конечно, сложность работы с регионом. Это первый опыт такой. И мы справились. Все хорошо прошло. И хорошо, что легко прошло. То есть маленький формат, в принципе, 10 домов. Но очень напоминает Трехгорку. Чем? Вот эта вот своя застройка, этой этажности домов. Такие же проблемы абсолютно. То есть, видимо, это проблема просто микрорайонов. Вот и небольших. Населенных. Да. Типовая застройка. Это район называется Академ Риверсайд. Он находится прямо на центральной такой дороге. Когда ездишь из аэропорта. Там в старую часть города, скажем так. Вот. Считается элитное жилье. Вот. Кстати говоря, если, ну, скажем так, по порядку идти, почему был выбран именно Челябинск? Почему не какой-то другой город? Было голосование. То есть сейчас у нас получается несколько партнеров. Это Россия страна возможностей. Это Народный фронт. И мой фонд. Плюс еще платформа президентских грантов. Значит, был объявлен конкурс еще в декабре. И Челябинск победил. Вот. Как ни странно. То есть еще три региона. Хотя... Вот интересно. Это жители Челябинска голосовали активно? Очень большое было голосование. На самом деле там видео смотрели, значит, презентацию более двух миллионов ста тысяч просмотров. Это я вот буквально сегодня смотрел. То есть колоссальное количество. Голосов там было что-то больше ста сорока тысяч, по-моему. То есть в увеличении людей. Ну, то есть люди хотели, прям голосовали. Боролись. Хотели приобщиться к современному искусству. Наш хедлайнер Солнечнодольская чуть вообще не вылетел из голосования. То есть его прям вообще подвинули. Прям практически. Потом они включились. Там губернатор подключился у Владимиров. И они вытянули все равно. Ну и следующий на очереди, я так понимаю. Да. И он самый крупный, кстати, будет. Самый крупный. Но мы об этом с тобой еще обязательно поговорим. Самый южный. Самый теплый. Да. И они так отличаются. То есть вот и по менталитету людей. Вот очень классно, когда фестиваль проходит в разных регионах. И ты наблюдаешь разные вот эти вот человеческие вот эти вот эмоции, эмоциональность, вообще менталитет. Вот мы можем сравнить Одинцова с Челябинском. Вот у нас все-таки люди подобрее будут. Это сто процентов. Вот, кстати говоря, а что касается восприятия современного искусства? Мне кажется, она одинаковая. Хотя, ну, ты помнишь, в Одинцово тоже были начали отрицательные. Ну да, разные полюбления. Потом все, когда подключились, сейчас попробуй, палец откусит, если ты что-то скажешь плохое там про Трехгорку. Ну, то есть люди приезжают туда, я до сих пор смотрю публикации, мы их репостим в социальных сетях. То есть Трехгорку все никак не можем восстановить, я так хочу. Я приехал буквально вчера, привозил туда Вести телеканал, снимали репортаж по федеральному закону 8.8.ПП про отмену его. Очень как бы не нравится этот закон. Закрашивают граффити в Москве. Да, причем такие иногда талантливые работы. Очень классные работы, да. То есть непонятно. Причем министр ЖКХ, он не в курсе. Ты не согласованный, я так понимаю, да, в первую очередь? Нет, мне кажется, там с другом причина. Там вот это вот непонятие какое-то идет, подчинение. Вот. В целом вообще все очень здорово. То есть люди тепло относятся. Ну, разные, то есть эмоции. То есть разные работы по-разному. А Илью Робби очень много людей прям, говорит, очень классная работа. А когда ты рисуешь на доме, например, яркую работу, они говорят, а это что, не дорисовано еще? Ну, то есть разные такие вот эмоции есть. Но я так понимаю, что вот судя по верблюду, перед тем, как туда поехать, вы изучили особенность территории. Да, Саша Тор, художник из Подмосковья, кстати говоря, вот, сделал работу посвященную Челябинску. Ну, то есть именно шелковому пути. То есть оказывается, в Челябинске, это была такая локация, где останавливались вот эти вот все верблюда, на верблюдах погонщики. Была торговля там основанная. И, в общем, вот он взял это за основу и реализовал. Но, например, в Солнечнодольске, я тебе также могу сказать, я, например, недавно узнал, что это родина слонов. Казалось бы. Да, Ставропольский край. Откуда там слоны? Я всегда думал, что Индия родина слонов. Ну, или как минимум там какой-нибудь заполярный круг, где мамонтов, да, находят? А нет. Нет. А найдет это отражение в работах? Да, вот я как раз-таки буду работу посвящать вот этому феномену со слонами. Там южные слоны, они были до мамонтов. Это лысый вид слонов, как вот сейчас, современный. Только как мамонты с огромными бивнями. Вот не могу не спросить, раз мы, да, уже сказали, что не получилось в этот раз статус международного сделать. Из каких городов художники были? Со всей России было. Значит, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург было 10 художников. Ну, я не беру команды. То есть 10 художников из 10 разных городов. Благовещенск. То есть были с фестиваля прошлогоднего, с нашего, с Одинцова, то есть Пашу Орис. Принимал участие Филипп Дульмаченко. Фитокей сделал рекорд, кстати говоря. Сделал 20-этажный фасад, полностью вырезанный вручную из трафаретов в этот раз. Виктория Вейсбрут, которая у нас делала будку, посвященную селфи. Значит, она сделала фасад, стала первой девушкой в России, которая сделала без применения там проекции. Огромный фасад расписала. То есть... Как она, интересно, это делала. Ну, у нее есть своя методика. Секреты. Она пишет теги и потом по ним уже сводит картинку. Вот. Также Шози у нас с нашего фестиваля был. То есть это Москва, Калуга. Очень много городов там. А был какой-то отбор художников? Конечно. Какие требования предъявлялись? Кто мог стать участником культурного года? Мы выработали новую принципиальную технологию. Это показывается портфолио художника. То есть мы не знаем, какие эскизы. Как всегда, никто ничего не знает, не согласовывает. То есть жителям показывают портфолио художника, что у вас художники будут здесь. Никто не выбирает, где кто будет. То есть это кураторы распределяют. И уже по портфолио регион выбирает тех художников, кого они хотят видеть. То есть, допустим, ты представляешь, там 40 художников, выбирают 10. Ну, на самом деле, можно говорить много об этом фестивале. Здесь мы видим только малую часть тех работ, которые представлены теперь в Челябинске. Но, на самом деле, очень активно средства массовой информации освещали этот фестиваль. И я предлагаю посмотреть один из сюжетов, который был размещен в паблике фестиваля «Культурный код». Внимание на экран. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Здесь я делаю мурал высотой 18 этажей, это 50 метров. И это работа о любви к природе, о двойственном и неоднозначном отношении человека к окружающей среде. Произошло так, что Вася просто был свободен, когда поступил предложение участвовать в фестивале. Он быстренько накидал эскиз, его все утвердили, и мы вдвоем приехали. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о современном искусстве. У нас в гостях художник Дмитрий Левочкин. Свои вопросы вы можете задать по телефону 8495-508-86-84. Дим, ты сказал, что отбор художников был, а вот как выбирались эскизы для муралов? Эскизы никак не выбирались. То есть это было предоставлено именно художникам объект, под который они уже подстраивают свою концепцию. Региональная власть выбирала и Комитет культуры выбирал художников по их портфолио, по CV. То есть из тех работ, которые они уже рисовали за свою карьеру, то есть складывается уже по стилистике. Ты понимаешь, о чем он рассказывает, что он рисует, и уже выбираются художники. То есть из 40 художников выбрали 10. А дальше уже полное доверие получается? А дальше уже на нас ответственность полная. То есть мы уже смотрим, ну само собой художники все взрослые, все опытные, и никто провокации никакой делать не будет, это уже проверили и по первому фестивалю. То есть даже международное сообщество никто не старается как-то спровоцировать какие-то темы там враждебные. То есть я думаю, что это даже и глупо вообще в искусстве говорить, потому что художникам приезжает больше сделать работу, чтобы положить себе ее в портфолио. А не закрыть дорогу ко всему остальному. Конечно, ну то есть смысл не имеет. То есть в принципе никаких правил участия в фестивале, скажем так, не было полной свободы творчества. Да, абсолютно. Вот скажем так, можем, вот твой, наверное, нелюбимый вопрос, любимый вопрос журналистов. Сколько краски ушло на фестиваль? Да, ровно столько же, сколько у нас на Трехгорку ходило. Единственное, что здесь подготовка, она была региональная, вот. Она больше времени заняла. То есть они их прям вообще капитально, все фасады готовили. Вот. Потому что у нас вот этот феномен на Трехгорке, когда краска начинает осыпаться, то есть это вот из-за солей. То есть здесь постарались еще это минимизировать. Да, мы уже постарались это, да, уже минимизировать. Это учли опыт? Учли опыт, конечно. То есть от опыта от него тоже много чего выстраивается. Вот. Даже было предложение, допустим, закрепить лаком, но компании, производители красок, они отговаривают, что это ненадежно. А вот что касается Трехгорки, да, ну вот выяснился такой нюанс. Теперь что с этим делать? Восстанавливать будем. Насколько это затратно? И по деньгам, и по силам? Это не настолько затратно, насколько на самом деле сам статус фестиваля и тот информационный повод, который Трехгорка уже получила, то есть, ну, глупо забивать на нее, да, то есть ее нужно восстановить и, наоборот, скажем так, ее раскручивать дальше. Потому что теперь появился Челябинск, появится Солнечнодольск, еще появятся четыре города, и плюс Трехгорка, как бы, она получается, как мама этого фестиваля, да, то есть это все... Локации появляются, во-первых, в мобильном приложении, во-вторых, там точно такие же стенды, то есть все по одной и той же технологии. То есть это получается, вот, побратимые города именно этого фестиваля. То есть это один фестиваль, где можно посмотреть в разных городах произведения художников. Ну, слушай, смотри, получается, фестиваль в Трехгорке – это такой первенец, да, а на первенце родители всегда обычно учатся, делают выводы и там не допускают каких-то ошибок на втором. Но повторить его очень сложно, Трехгорку, потому что организация Трехгорки была просто на высшем уровне. То есть Одинцовская администрация – это, ну, действительно профессиональные ребята, вот, и креативные... Здесь была полная свобода творчества. Ну, конечно, то есть это полное доверие, во-первых, это родной город, и Трехгорку мы продолжим развивать. То есть есть у нас еще Одинцовы места, то есть будем опыт других регионов сюда привлекать. Плюс мы расширяемся, то есть президентская платформа президентского гранта нам помогает, у нас становится больше техники, становятся различные ресурсы, можно, ну, скажем так, удешевлять эти все процессы. Вот в Ставрополье поедут все те же художники или там уже будет свой набор? Там больше будет иностранных художников, российских там будет, наверное, человек, ну, 6-8 максимум. Фасадов там будет 7. А в Трехгорке сколько было? В Трехгорке, если вообще все объекты брать, то более 47. То есть равно, что Трехгорка пока впереди планеты всей? Ну, Трехгорка это Трехгорка, но тем более в Солнечном Адольске все-таки там пятиэтажных домов доминирующее количество и девятиэтажные. А у нас, если Трехгорку мы поэтажности будем разбивать, то там все города вместе взятые получатся. А где проще и где сложнее работать? Где больше этажей или где меньше? Ну, где больше этажей сложнее работать, больше ответственности, ну, дороже это получается, потому что подготовка у тебя этажности получается в три раза, там, в четыре больше, чем пятиэтажный дом. Вот. С другой стороны, иностранные художники, без разницы, 20-этажный дом или пятиэтажный, генерар просят одинаково, то есть там не имеют отношения никакого к этому. Вот. Но интереснее, когда, конечно, международная комьюнити, все скучают, вот даже кто был, по сравнению, да, например, с другим городом, с Челябинском, говорят, конечно, мы скучаем по той кухне, которая была организована в Одинцово, на Одинцовской администрации, потому что как раз-таки фестиваль, он на этом и основан, на коммуникации. То есть, когда художник, ассистенты, ну, вообще вся команда проекта, там, люди разные, общаются за столом, за одним, когда они кушают, да, там могут задать вопросы, потому что это пауза такая возникает, когда вот ты можешь поговорить с художником. Кстати, а советы друг другу дают? И как к этим советам относятся? Конечно, дают. Конечно, у нас были ассистенты в Челябинске местные, которых нам предоставили ребята как раз-таки вот из внутреннего комьюнити. И они очень много научились. То есть, они прям смотрят, как мы, там, например, даже такие простые вещи, как, например, когда вот идет закрашивание ровных линий, там, на провила, наклеивается скотч для того, чтобы ты потом краску не счищал, а ты просто скотч снимаешь. Ну, то есть, это от опыта. Вот. Я смотрю, так можно? Ну, конечно, можно. А ты что, чистишь всегда валик? Ну, там, этот огромный шпатель? Вот. Ну, такие моменты, даже простецкие, они... Вот, кстати, говорят, из-за этих фестивалей, ну, вот кроме каких-то, да, организаторских моментов, чему-то научился, как художник, что-то для себя вынес? Ну, я постоянно чему-то учусь. То есть, ну, во-первых, выполнение фасадов, там, за кратчайшее время, потому что у меня возник уже за пять дней до конца фестиваля, тебя льют дожди, к дождям мы уже привыкли, значит, ты должен сделать фасад. Вот. Ну, то есть, одиннадцатый. Хочешь ты или не хочешь? Да, ты должен сделать фасад, потому что, ну, вот, хочется Курчатова увидеть там. А почему, кстати, Курчатова? Ну, он же Челябинец, то есть, коренной житель, плюс у них институт атомной энергетики и много что связано с ним. Решили именно отметиться этой личностью. Вот. Плюс я сделал фасад с дополненной реальностью, как у нас на Трегорке с обезьянами. Сделал то же самое с Курчатовым. То есть, а как вот можно увидеть ожившую работу? На сайте есть QR-коды, скачиваешь мобильное приложение и подходишь к фасаду, делаешь селфи, у тебя включается анимация живая, то есть, она вступает с тобой в взаимосвязь и на уровне дополненной реальности, то есть, вступает в диалог и со зрителем, и с самой работой, то есть, дополняя ее. Вот оно, будущее, уже наступило. Ну, да, но я думаю, что дальше будет еще интереснее. То есть, технологии же растут. Недавно вот новость была, наши ученые, кстати говоря, ядерщики сделали атомную батарейку, которую 20 лет не надо заряжать. Представляешь, какие будут прогрессы? Камеры, телефоны, то есть, компьютеры, все. Да, сейчас кошмар 21 века, заряжать нужно все, включая зубную щетку и даже кроссовки. Иногда нужно ставить на зарядку. Да, ну, представляешь, на холодном синтезе батарейки атомные, тоже опасная вещь. Ну, надо взвешивать все плюсы и минусы перед использованием. Я думаю, что человечество адаптируется, но игнорировать, я думаю, что новые какие-то ноу-хау не стоит. Это, мне кажется, всегда плюс. Ну, говорят, это первый признак старения, когда отказываешься от чего-то нового в пользу, чего-то отжившего. Это вот уже, собственно, наступает она. Дима, какая из работ в Челябинске, ну, может быть, тебя лично впечатлило больше других? Меня все работы впечатлили, на самом деле. Хорошие работы сделали ребята из объединения «Слой». Вот, кстати, эта работа. Из таких ретро-коллажей. Журнал «Здоровье», такой был в советское время. Открытки старенькие. Советские, ну, то есть очень классный фасад. Люди тоже в восторге его воспринимают. Даже какая-то женщина списывалась с художниками, потом испекла им шарлотку, привезла. У нас был общий чат, пришло сообщение, ребята, приходите есть шарлотку. На всех хватило? Да, да, мне носили яблоки, например, то есть пакетами прям. Ну, то есть люди приветливо достаточно отнеслись. А вот совет это давали? Нет, вот вы нам лучше нарисуйте самолет какой-нибудь. Не-не, вот на моем фасаде такого не было. То есть я передвигался, как и вся наша команда, теперь на самокатах мы все передвигаемся. Это еще очень удобно, кстати. Монтажная группа тоже, потому что район довольно-таки длинный, он вытянутый. То есть если бы мы пешком ходили, то это примерно 38 тысяч шагов в день. Немало, мягко скажем. Да, но дня за четыре, я думаю, что уже все. Фестиваль бы для нас закончился. Разные люди, проблемы такие же, то, что краска летит на машины. Были предупреждающие знаки прям забора, то есть ограждения. Ну, их обычно не видят. Да, люди сами игнорируют, потом сами же с претензиями обращаются. Но так как они предупреждаются, то уже к ним как-то проще им отвечать. Но это уже не наша была забота о региональной власти. То есть все были предупреждены, поэтому там все это быстро разрешалось. Но в целом, как бы, все то же самое. То есть люди везде практически одинаковые. Разные менталитеты, разный есть уровень доверия, наверное, к Москве. Есть какие-то такие моменты внутренние у самих людей. То есть зависит от региона, мне кажется, все-таки. А как старшее поколение относится к современному искусству? Ну, вообще отлично. То есть вот старшее поколение там прям вот они в восторге. То есть и бабушки, и дедушки, они прям вот приходили и говорят, ну, наконец-таки у нас тут хоть любоваться можно чем-то, хоть ярко жить-то стало. То есть, говорит, все одинаковое. Серенькое. Вот, кстати, мы все говорим с тобой, да, профессионально. А главная цель фестиваля какая? Просто украсить город? Нет, конечно. Помимо благоустройства городской среды, главная задача это вовлечь зрителя, ну, скажем так, неподготовленного, да, к пониманию современного искусства и к доверию к нему. На самом деле же все на поверхности, все настолько просто, что нужно просто свои какие-то проблемы, да, не переключать на кого-то. Ты должен просто вот воспринимать, как это есть, как тебе это нравится. Выключать просто негатив и попытаться это воспринять. И все получится. А вот смотри, 10 художников, да, у каждого своя точка зрения, свой стиль. Можно назвать дружным коллективом? Конечно. Конкуренция какая-то была между собой? Это же не соревнования, то есть как можно искусство оценивать? То есть это как разложить там все цвета радуги, искать какой цвет лучше. Ну, то есть на вкус, на цвет, в том, на стиле разное. И искусство, оно, его нельзя оценивать. То есть тебе может нравиться сегодня Шагал, а завтра тебе может нравиться там кто-то другой. Например, там Шишкин или Айвазовский. Я почему-то уже Айвазовский. Да, а кто-то, а кто-то не любит Шишкина и Айвазовского, а любит, например, какие-то супрематические фигуры Малевича, наоборот. А кто-то Малевич вообще не любит. Ну, что такое черный квадрат? Что это? Любой нарисует. Ну, то есть это все искусство, и все имеет место быть. Это разные стили, разные направления, разные времена, эпохи. И каждый, он внес свой вклад в развитие как раз-таки искусства вообще в целом. То есть и культура. Поэтому нельзя это оценивать со своей стороны. Ты можешь быть просто немножко не понимать это, немножко быть необразованным, не разбираться в этом. и сделать свое какое-то заключение непрофессиональное. И тем самым обидеть просто даже художника, да. А другие люди, которые там живут и видят это, будут этим восторгаться, потому что они больше осведомлены об этом. То есть здесь нужно просто воспринимать, ну, либо ты прочитай, там, как-то заинтересуйся, изучи, а потом уже делай свои там выводы. Слушай, ну, мы часто, да, слышим фразу про то, что художника каждый может обидеть. А вот на самом деле, насколько художники народ обидчивый? Действительно ли это так? Эта фраза, кстати, по-моему, из то ли «Двенадцатурев», то ли «Золотой теленок», не помню. Но это точно. Это значит, это как то же самое, что художник должен быть голодный. Это... Неправда. Неправда, конечно. Ни первое, ни второе. Обидеть можно любого человека, и очень легко, на самом деле. Все зависит от его, скажем, психологического вот этого терпения, фона, насколько он готов, вот, или не готов. Как же человека, зрителя можно обидеть? То есть человек, который живет в доме, он тебе подойдет, скажет, ребята, расскажите, о чем работа? Вот. А художник может, ну, послать далеко и надолго, да? То есть, ну, у нас таких нет художников, конечно, но я просто образно говорю, что это тоже может обидеть. Он скажет, ну, а вы... Я ж ничего такого, я ж просто хотела. Конечно, вы на моем вообще доме рисуете, ребята, как бы, да? То есть, должно быть все-таки какое-то понимание, должна быть коммуникация выстроенная и... Да, и взаимоуважение, наверное. Конечно, и взаимоуважение 100%. То есть, если ты пригласил художников, если ты уже готов, если ты сделал подпись свою, что, да, наш район как бы готов к этому фестивалю, то нужно уже привыкать, терпеть или как-то адаптироваться и входить вот в эту коммуникацию. Что-то тебе любопытно подойди, спроси, познакомься с художником, изучи его. Это, на самом деле, очень интересный процесс. И очень много так и делали людей. А какие-то друзья появились? Ну, конечно, там очень много... Просто люди различные приходили, там, знакомились. Я говорю, кто-то таскал яблоки, кто-то шарлотки пек, кто-то там кого-то из художников даже попросил там что-то нарисовать у себя дома. Ну, то есть, ну, очень такое забавно. И теперь можно смело ездить в гости. А я хочу рассказать телезрителям о том, что в Челябинске есть телеканал с точно таким же названием, как у нас, ОТВ. Да, только у него цифра 31, почему-то я не знаю. Ну, вот, и я предлагаю сейчас посмотреть сюжет этого телеканала о фестивале «Культурный код». Через пару недель, я думаю, все челябинцы увидят конечный итог. Фестиваль уличного искусства «Культурный код» сейчас в самом разгаре. Десять домов в районе Академии Версайт уже в скором времени станут. Экспонатами музея под открытым небом. Лучшие художники страны украшают фасады этих домов в граффити, хотя сами ребята держат в тайне эскизы будущих арт-объектов. Но уже по некоторым наброскам можно предположить, что именно будет нарисовано на фасаде. Прогуливаясь по улицам Академа, может скружиться голова. Хочется разглядеть абсолютно каждый мурал, и такие эмоции наблюдаются у многих прохожих. И стоит отметить, что большинство жителей этого района к такому творчеству относятся очень положительно. «Преображается город, сразу красиво. Яркие краски. Вот оригинально. Нам очень нравится. Мы рады, что мы тут живем. Ну, лучше стало, чем белые дома. Почему? Ну, красивее будет, я думаю. Там вот нарисовали, вот там вообще красиво. Ну, горы. Хорошо, что украшают какое-то благоустройство города, где вот более интересный момент, чем это просто пустые многоэтажки, тут какой-то элемент творчества. Сам фестиваль «Культурный код» носит статус международного, но в связи с пандемией коронавируса иностранных художников пригласить не получилось. Зато лучшие художники России готовы доказать, что они ничем не хуже зарубежных мастеров, а значит, и качество работ будет на высоте во всех смыслах. Все прогрумтовано, несколько слоев краски, подготовительных, подмалевочных слоев. И получается, сама краска, которую рисуют, это в основном аэрозольные баллончики, которые по опыту, могу сказать, что держатся порядка 10 лет. Порадоваться новым граффити смогут не только жители Северо-Запада, но и других районов Челябинска, а также других городов области. Организаторы фестиваля планируют уже в следующем месяце реализовать свои идеи в Магнитогорске, Меасе и Златоусте. Дим, ну можно подытожить, что фестиваль «Культурный код» в Челябинске прошел успешно. Да, конечно, но люди достались довольны. То есть, и очень многие, кстати говоря, приехали с трех горки туда. Я видел публикации, кто-то даже прям катается прям по городам. То есть, ну это очень классная тенденция. То есть, этот фестиваль уже такой, вышел за рамки чисто фестиваля искусства. Да, мы об этом даже не рассчитывали, что так получится. Но мне кажется, что дальше будут открытия более интересные. То есть, я надеюсь на это. А теперь давай вернемся к Ставрополю. Мы немножко говорили на протяжении программы, когда местные жители увидят художников. Ну, первого художника, вот, я предложил четыре кандидатуры. Выбрали почему-то меня. Вот. Может быть, потому что день рождения у меня в тот же самый день, что и у них день города. Символично. Вот, да. Вот я буду открывать первый фасад. Это будет с 23 сентября, вот буквально уже. И закрою его 3 октября. А когда там фестиваль стартует? 15 мая мы решили его запустить 2021 года, но уже в международном контексте. Все работы уже будут готовы, я так понимаю, к этому моменту? Нет, 15-го только стартуем. То есть, будут рисовать. А, то есть, это будет 2021 год? Целый месяц. Да, 2021 год целого месяца. А потом сразу же мы переезжаем в Нижний Новгород и Казань будем закрывать. Кстати, в Казани в этом году Рустам Кубик, вот буквально несколько дней назад, там было столетие республики. Я выполнил тоже Мурл в рамках формата культурный код фестиваля. С платформой РСВ, как раз-таки Россия и Страна Возможности. Ну, там уже тоже все художники известны, кто примет участие. Конечно, есть лайнап уже расписанный. То есть, ну, может быть, кто-то поменяется, там совсем единица, ну, по каким-то там своим обстоятельствам. Вот, кстати говоря, ты немножко перед сюжетом эту тему затронул, вскользь упомянул. Я так понимаю, что разрешение на использование, ну, скажем так, фасада для музея под открытым небом у жителей этого дома спрашивается. Конечно, обязательно. А вот каким образом, как эта процедура проходит? Ух, есть много разных процедур. Например, здесь, в данном случае, к сожалению, я не принимаю участие. Вот, хотя мне это очень любопытно. А в Солнечнодольске я надеюсь, что я приму участие. В Челябинске там комитет культуры, они этим занимались вопросом, плюс управляющая компания. Вот, у нас общественники, значит, занимались в Трехгорке, плюс администрация. И я, мы делали слушание, встречались, общались в течение года. И это было, ну, правильно и по-настоящему. То есть, ну, прям, по крайней мере, я это видел, я знаю, что это все, действительно, все натурально. Но жалоб никаких не было. То есть, поэтому я считаю, что это все отлично. Потому что, если не согласованно, человек сразу выходит и начинает высказывать свое мнение. У меня никто не спросил. И никуда уже от этого человека не денешься. Сто процентов. Поэтому, все-таки, видимо, у них какие-то есть свои рычаги. Умеют договориться. Да, умеют, умеют, очень быстро. А вот не было каких-то случаев, ну, скажем так, вандализма, да? Никто не пытался испортить фасад в той же Трехгорке? Фасад испортить не пытались. Ну, был один инцидент, когда на фасад Илья Робе ночью на третий этаж, то есть, у нас теперь в основном подъемнике оборудованы новой системой дистанционного управления. Теперь ты нажимаешь на пульт. Опять же, практику Трехгоркой мы включили сюда. Теперь не нужно носить на склады краску, постоянно спускать ее. Это очень сложно, это очень отнимает много времени, конечно. Вот, теперь можешь поднять хоть на 20 этаж подъемник со всем необходимым. И завтра приедешь, и все у тебя будет на месте. Но, вот Илья Робе, художник, который рисует горы, который в Денцове также отметился сразу низкими фасадами и с пингвинами работы, которая Антарктиде посвящена. И также есть работа с горами, вот, на фасаде с Гагариным. Он оставил подъемник на уровне четвертого этажа ночью злоумышленники в количестве двух или трех человек по металлическим тросам. Я не знаю, как это вообще возможно, они же тонкие, им порезаться можно. Залезли наверх, оторвали все коммуникации с подъемника, украли 120 или 150 метров кабеля, вот этого, который толстый, дорогой. И украли, там, по-моему, шесть ящиков краски. Как они спустились потом без повреждений, то есть остается загадка. Они с фонариком были готовы, там была техника, то есть там попали, нам это все показали, они приехали на машине, они были подготовлены. Значит, даже есть справка, то есть заявление в полицию, там, утром уже все, там, уже полицейские, там, оперативно сработали, то есть молодцы. У них там прям все схвачно. Дима, у нас наконец-то долгожданное событие состоялось. Художник Вася из Нижнего Новгорода, участник фестиваля «Культурный код», который прошел в Челябинске с нами по видеосвязи. Ого! Здравствуйте, Василий! Мы наконец вас видим. Как ваше настроение? У меня все отлично. Я сейчас ехал с моря и вот нашли место, где более-менее есть интернет, поэтому можем с вами побеседовать немного. Отлично. Вася, расскажите, пожалуйста, про ваше впечатление от участия в фестивале «Культурный код». Ой, ну вы знаете, для любого художника работа такого масштаба – это, ну, как бы это всегда событие, это преодоление себя, это очень круто, это важный этап в карьере и в творческом пути любого человека, который занимается уличными практиками, уличным искусством и так далее. Но неизгладимые впечатления – это очень здорово. Я думаю, что такие вещи запоминаются на всю жизнь. Это очень круто. А расскажите, пожалуйста, про вашу работу. Как родилась идея? А, ну вы знаете, у меня такая история, что прежде чем что-то придумать, я долго хожу, думаю об этом и набираю материалы, там, собираю какие-то вырезки из газет. И потом со временем у меня рождается какая-то мысль, я просто прихожу в мастерскую, начинаю это делать, ну, наблюдаю за руками, они сами все собирают у меня. И в целом, я так считаю, что работа посвящена детству и каким-то ярким впечатлениям из детства, которые бывают в жизни у каждого ребенка. И это посыл взрослым сделать так, чтобы детство каждого из их детей было светлым, чистым и прекрасным. Дима нам сказал, что ваша работа большой отклик получил у местных жителей. В дальнейшем планируете участие в подобных фестивалях? Уже есть какие-то конкретные, может быть, планы? Да вы знаете, конкретных каких-то планов нет, но я думаю, что такие большие проекты, это на художника действует как наркотик. Ты не можешь остановиться, ты хочешь делать больше или примерно такое же. Я думаю, что все будет хорошо, я буду работать над собой и если будет возможность, обязательно буду участвовать в таких проектах. Вася, вообще, как вы пришли к современному искусству, с чего все начиналось? Да вы знаете, у меня довольно стандартная история. Она примерно как у всех людей, которые занимались граффити в школе. Ну, рисовал в тетрадках сначала, потом на улице что-то баллончиком пробовал рисовать. Так, со временем, все это вылилось в то, что мы рисуем большие объекты, какие-то муалы и росписи большие тоже. Вася, вот со временем изменилось, по вашему мнению, отношение к уличному искусству, к граффити, к моралам? Я считаю, что очень многие люди сейчас, ну, люди же не стоят на месте, они развиваются и, соответственно, они становятся более осведомленными о том, что происходит вокруг них. И постепенно люди начинают уже разбираться, что это такое граффити, стрит-арт, паблик-арт и так далее, и так далее. Но люди становятся более грамотными. И я думаю, что чем больше они видят качественных работ, именно каких-то авторских работ, в которые вложена душа и все навыки художника. Чем больше будет таких работ, тем больше людям это будет нравиться. Вася, спасибо вам большое. Надеюсь, что, может быть, и работу Василия в «Трехгорке», не обязательно в «Трехгорке», в «Одинцово» тоже увидим. Это был Василий из арт-группы «Слой» с Тайм по видеосвязи. Дим, ну, мне остается только пожелать удачи. Я уверена, вот это я желаю к ним, потому что я уверена, что так и будет. Не останавливаться на достигнутом, ты не остановишься. Ну, и мы ждем, что все-таки «Одинцово» тоже продолжит преображаться благодаря вашим стараниям художников. Все в ваших руках, а мы будем поддерживать как можем. Спасибо большое, что пришел к нам сегодня в студии. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...